здравствуйте дорогие друзья уже совсем скоро новый год а мы продолжаем подготовку к этому чудесному празднику и сегодня мы примем участие с вами в двух мастер-классах по созданию новогодней композиции для праздничного стола и так приглашаю сегодня мы будем декорировать праздничные новогодние стол в первую очередь будем декорировать стулья у нас их 3 сервировать стол и создавать настольную композицию с домиками и с фигурками для сервировки стола я использовала тарелочки на вас новогодним рисунком которые купила фикс прайсе новогодние салфеточки фигурки бокалы и свечки ни одна моя композиция настольная новогодние не обходится бизнеса без веток настоящей живой ели и это же ель будет присутствовать и в нашей сейчас композиции но в отличие от прошлого года она будет крепиться несколько иначе вы видите тарелочки которая тоже купила фикс прайсе виде елочки я готовлюсь к новому году у меня вот такой вот старый красный плед который мне подарили и мы его сейчас будем превращать в одежду для моих стульев нам нужно измерить стулья их спинку ширину их спинок и длину и мы сейчас это все измеряем и вырезаем и плюс 25-30 сантиметров оставляем еще чуть больше высоты спинок стульев мы оставили для того чтобы сделать острый угол для того чтобы это был новогодний шапочка деда мороза видите я уже для одного стула это с металла теперь предстоит шить края примеряем на стулья из белого пушистого материала я вырезала полоску и пришил ее к низу шапочки у нас вот получилась такая прелесть теперь мне необходимо сделать помпончик вырезаю их и иголкой с белой ниткой сметываю по краю чуть-чуть отступив этого кружка и немножечко утягиваю ниточку получился такой мешочек этот мешочек я буду набивать сейчас мягким материалом который есть но в принципе можно и с индипоном и любым стягиваю еще больше ниточки для того чтобы у нас получился помпон закрепляю ниточки и обрезаю помпон готов превращая бутылку шампанского в деда мороза для этого нам нужно сшить одежду в прайсе я купила детские нарядные колгутки красные и сейчас мы будем из них делать наряд для деда мороза сначала я отрезаю отрезанный чулок я одеваю на бутылку шампанского теперь мне предстоит нарисовать лицо и сделать деду морозу усы бороду для этого я воспользуюсь двухсторонним скотчем и осталось прикрепить преследовым материалом который я набивала в помпон и вот что мне получилось в результате конечно это далеко от совершенства но а теперь мы одеваем пояс и чтобы он держался мы приклеиваем двухсторонним скотчем осталось прикрепить пряжку мы использовали для этого пуговицу дополнительно я решила сделать шарфик деду морозу а теперь мы будем создавать новогоднюю композицию на столе и для во первых начинаем с того что мы поставили блюдо а на блюдо насыпали соль соль а дальше мы расставляем фигурки которые мы купили эти очаровательные домики с горящими окошками я купила фикс прайсе композиция назвала рождественская ночь и конечно раз рождество должен быть ангел ангел читает псалмы и должны быть ри детишки вот девочка у нас на саночках продолжает декорировать стол нам потребуется такие пол подложки салфеточки ну а если их нету то их можно вырезать из материала дальше мы будем на них укладывать тарелки тоже из фикс прайса с елкой на середину стола мы ставим композицию новогоднюю которую мы сделали но нам надо еще украсить бокалы и так мы сюда поставили бокал его перевернули а перевернули его для того чтобы на него поставить вот такую свечку а под самый бокал мы поставим вот такую елочку другие бокалы мы сделаем по-другому наверху у нас тоже будут свечки но внутри у нас будут веселые человечки так у нас будут такие собачка домик и новый год и это тоже мы подставим под под бокалы кладем салфетки 2 гуни ставим конфетницу с моими любимыми конфетами и устанавливаем две тарелочки которые тоже купила фикс прайсе елочка и дед мороз и вот пришло время делать настольную композицию с живой елью у меня была старая красная шерстяная перчатка я обрезала пальчики и натянула на горшочек без отверстия задекорировав его если в прошлом году для композиции я использовала пиафлор то в этом году я вот такие держатели они железные тяжелые на них очень хорошо одеваются ветки ели а в горшочек я налила воду вот поэтому мне нужен был горшочек без дырочки внизу чтобы вода не протекала затем я вставила в эти держатели ветки голубой ели они их прекрасно удерживают и я могу не беспокоиться что ветки скоро засохнут и вот какая замечательная композиция у меня получилось с голубой елью ей так прекрасно пахнет и ее запах смешивается запахами мандаринов и апельсинов которые у меня находятся рядом и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!